Пипец, целый год ты ждешь своего отпуска и вот так он начинается. Сначала 2 часа на такси по Краснодарскому краю, затем 5 часов на Ласточке от Краснодара до города Сочи, до аэропорта. И теперь мы ждем отправления своего рейса, а он задерживается на 2,5 часа. Должны были вылететь в 5 утра, будем вылетать в 7, дай бог, чтобы вылетели хотя бы в 7. Тем не менее, нас пригласили на посадку, прошли регистрацию, теперь мы садимся в самолет. И через 3,5 часа мы окажемся в Хургаде. Ура! Багаж, трансфер, отель, знакомимся. При выборе отеля для меня важны следующие критерии. Первое, это должна быть твердая пятерка, первая береговая линия, большая, красивая, ухоженная, зеленая территория, хорошее питание и, конечно же, близость экскурсионных маршрутов. Все основные показатели, о которых я только что сказала, были выполнены в этом отеле. Это Хургада, Альбатрос Палас, 5 звезд, рекомендую. Нам очень понравился отель, уборка здесь каждый день, ежедневно убирались и номера, и вся территория. Прекрасная, красивая, зеленая территория, то, чего я и хотела. Хорошее питание и, в целом, вы сами видите, как это все прекрасно выглядит. Кстати, окна каждого номера выходят на бассейн и на море. После длительного перелета, регистрации, мы, наконец, получили ключи от своего номера 1304. Прекрасный номер, нам он очень понравился. Сейчас вы видите, как он выглядит. Кстати, отель построен в виде подковы. Центральная часть корпуса основная – это зона ресторанов, баров, дискотек и всего остального. И два крыла, левая и правая. Все номера на трех этажах имеют вид на море и непосредственно на бассейны. Вот сейчас вы посмотрели, как выглядит наш номер изнутри. Вот это вид с балкона. Прекрасный, потрясающий вид. Кстати, наш номер находился недалеко от береговой линии. И каждое утро в 7 часов мы ходили купаться. Перед нами аквабар. Там можно в любую жару прекрасно отдохнуть, получить горячительные напитки и освежающие. С правой стороны от нас большая сцена для ежедневных развлечений. И теперь мы можем посмотреть с вами зону отдыха на самом балконе. Заходим обратно в номер. И вот так он выглядит со стороны балкона. То же самое. Ничего, между прочим, не изменилось. Мини-бар, телевизор, много мест для хранения, хороший санузел. Полный анализ номера я делать не буду. Этого много на других порталах. Но, тем не менее, нам все понравилось. Единственное, что обратила на себя внимание. В пятерке такого уровня не оказалось тапочек одноразовых и отсутствуют халаты. Кстати, нужно обратить внимание на следующее. Единственная евророзетка с привычным разъемом. Все остальные розетки в номере по британскому типу. Особое внимание хочу уделить окнам. Полный блэкаут, тройные шторы. А я люблю спать в темноте. И очень хорошая шумоизоляция. И вот теперь мы плавно перешли на береговую линию. Уже в первый день после небольшого отдыха, конечно же, было желание искупаться в море. Но после шести вечера нас уже на пляж не пустили. Тем не менее, можно было пройтись по пирсу. Вы видите песчаный пляж. Очень много шезлонгов и хватает всем. И примерно пирс длиной 30-40 метров. Мы так предполагаем. Мы не заходили с береговой линии. Это неудобно. Там начинается небольшой коралловый риф. И береговая линия не соответствует заходу со стороны песка, скажем так. А вот купались мы всегда именно с окончания пирса. Это очень удобно. Глубина позволяет. Море теплое. И ты сразу опускаешься в кристально чистую, потрясающую, замечательную, освежающую воду. Плюс коралловый риф небольшой, много рыбок. Ну, в общем, удовольствие на полную катушку. А вот сейчас вы видите уже здание соседнего отеля. Это Альбатрос Бич. По-моему, четыре звезды. Кстати, те, кто проживает в Паласе, совершенно спокойно могут пользоваться пляжем соседнего отеля. А вот с соседнего отеля на территорию Альбатроса Паласа заход запрещен. Мы не ходили на соседнюю территорию. Нам хватало своей. Но те, кто с детьми едет, наверное, удобно будет заходить с песчаного пляжа с берега. Здесь с берега заход не очень удобный, потому что начинается коралловый риф, и берег не совсем ровный. Плюс отливы и приливы. Тоже надо это учитывать. Нас эта история нисколько не напрягала. Нам все устраивало. Здесь много развлечений на воде. Вы видите катера. Есть вот эти специальные батуты, которые на воде стоят. Там можно и загорать, и купаться, и прыгать, нырять с них. Всегда присутствует зона охраны. После шести часов уже купание запрещено, потому что охрана уходит. Есть снорклинг. То есть могут выдавать вам маски, специальные жилеты. Вы можете со своими масками сюда приходить. Много мест для загорания, для отдыха. Вот зона релакса, пожалуйста. Нас это вполне устраивает. Ну и немножко дегтя в бочку с медом. После встречи с отельным гидом началось полное разочарование. Главная цель отельного гида была продать по максимуму все экскурсии. Никакой больше другой информации, речи даже не шло. Вывод какой? Те экскурсии, которые я изначально спланировала, на потрясающем портале, который называется империатуризма24.com, есть отдельный сайт. Заказывайте экскурсии именно там, потому что все остальные экскурсии, которые вам предлагает отельный гид, будут как минимум на 30-40% дороже. Сравните сами. Полет в Каир на самолете в империи туризма стоит 190 долларов на человека. В отеле нам предложили за 280 долларов на человека. Полет в Каир на самолете. Супер Луксор 35 долларов на человека. Супер Каир 45. Это в империи туризма. В отеле мы заплатили по 85-90 долларов с каждого за подобную экскурсию. Ну и конечно же полный релакс в нашем отеле. Еще раз картинки. То, что нам так нравилось. Это дискотеки, хорошая шумоизоляция, развлечения каждый день. Посмотрите, какие потрясающие виды. Даже встреча с отельным гидом, даже переплаченные экскурсии не смогли изменить наше отношение к Египту. Отдых удался. Скорее всего мы вернемся еще, может быть не в этот отель, а в другой. Будем умнее, будем заказывать экскурсии в империи туризма, как изначально и планировали. Не поведемся на продаже гидов отельных в Египте. В целом отель шикарный и отдых нам понравился. Мы побывали в Луксоре, мы побывали в Каире, мы были на сафари, на квадроциклах и на баги. Покатались на верблюдах. Вообще выполнили полностью всю заряженную программу. Welcome to Egypt.